слава богу приветствую вас дорогие друзья пусть в этом дне бог знаете как обнимет душу каждого из вас я знаю что есть и люди которые сегодня нуждаются в покое те кто нуждается в мире в своем сердце и пусть бог проявится в вашей жизни вот в этом проявлении покоя покой покой знаете как когда иисус пришел после того когда он воскрес к своим ученикам которые находились в страхе прятались в горнице первые слова которые были мировым и всякий раз когда он посещал своих учеников марил мировым почему потому что в жизни учеников был тяжелый тяжелый момент трудный момент момент который наверное которому никто не готовился знаете вот к сложным временам я замечаю что мало кто готовится вот мало кто готовится внутренне мы привыкли готовится к трудным физически временам нам же если впереди зима есть необходимо сделать заготовку или впереди неделя тоже необходимо сделать заготовку для того чтобы были продукты но я замечаю что внутренне очень мало кто к этому готовится очень мало кто готовится мы можем об этом часто говорить и напоминать будь готов но почему-то всякий раз когда приходят какие-то трудные трудные времена, мы находимся в каком-то таком потерянном состоянии. Если вы сегодня тот человек, который внутри себя потеряет, я не знаю, есть ли Бог, я не знаю, Бог ли со мной, я не знаю, Бог ли поддержит меня, я не знаю, Бог ли там благословит меня, я вам хочу сказать, мир вам, пусть мир Божий он наполнен, пусть Дух Божий он проявится в вашем сердце, в этом проявлении для того, чтобы, знаете, как то, что выше нашего разума, чтобы мир тот, который выше нашего разума, он наполнен. Может сегодня есть какая-то ситуация, есть необходимость поднять в молитву, может отдать эту ситуацию на молитву в церковь для того, чтобы молилась церковь или в тот момент, когда служение, не стесняйтесь, пишите, пишите свои такие молитвенные нужды в чатах для того, чтобы мы объединились и мы молились за решение этой нужды, чтобы Бог, Он сохранил и дал вам покой в ваше сердце. И сегодня хочу коснуться одного места Писания, знаете, вот, то, к чему каждый из нас мы должны стремиться, к мудрости Божией. Потому что есть мудрость сегодня бесовская, и, знаете, есть мудрость, которую приносят философы, другие какие-то учителя, пытаясь чему-то научить, чему-то наставить. И я думаю, что и в этом есть необходимость быть мудрым, потому что учиться надо, учиться надо для того, чтобы быть успешным в своей специальности или может какие-то знания применить к своей семье или в отношении здоровья. Есть множество тоже разных советов в отношении еды, физической культуры, отдыха, там прочее, прочее. Есть знания, которые помогают нам облегчить и может сделать комфортно нашу жизнь. Но есть моменты в жизни, когда нам необходимо принимать решение. Вот необходимо принимать решение. И для этого нам нужна сила принять правильное решение для того, чтобы сделать правильный выбор. Потому что в каждом дне мы замечаем, мы всегда стоим перед определенным выбором. Сделать это, сделать это, сделать вот это, сделать вот это. И как замечаешь, разум, он полон знаний, и они как мечутся, пу-пу-пу-пу, эта информация. И вот как раз то, что нам помогает разобраться, нам помогает разобраться мудрость. Мудрость, которая приходит от Бога. Поэтому и Новый Завет говорит, у кого не хватает мудрости, что необходимо делать? Проси у Бога. И Бог дает просто и без всякого упрека. Но я сегодня хочу взять одно место Писания. Это притч 24 глава 5 стих. Человек мудрый, силен. И человек разумный, укрепляет силу свою. Пу-пу-пу-пу. Человек мудрый, силен. Сила, это как образ способности, способности делать что-то. Потому что, когда тебе говорят, сделай это. О-о-о, я слаб, у меня нет силы это сделать. У меня нет физических. Я чувствую, у меня ноги дрожат, у меня руки слабы, у меня голова кружится. Или голова болит. У меня нет силы что-то сделать. И вот для того, чтобы принять нам правильное решение, нам точно так же нужна мудрость. Нам нужна мудрость. Я хочу сказать, мудрость, которая приходит от Бога. Мудрость, которая приходит к нам, когда мы проводим время в изучении Слова Божия. Мудрость, когда мы посвящаем свое время для того, чтобы быть на служении и слышать Слово Бога в свою жизнь. Есть мудрость, которую мы приобретаем через шишки. Когда мы набиваем шишки, мы что-то делаем не так. Она тоже очень эффективна. Но то, о чем говорит здесь Соломон, она говорит о том, что человек мудрый, силен. Это то, к чему каждый из нас должен стремиться. Приобретать, иметь мудрость. И человек разумный укрепляет силу свою. Вот как раз здесь то, о чем говорится, говорится о мудрости. Что то, к чему необходимо стремиться. Необходимо стремиться для того, чтобы укреплять силу свою. Кто-то может скажет, о, мне теперь надо ходить в спортивный зал, для того, чтобы укреплять свою силу. Само Писание об этом говорит. Если в этом есть необходимость, сделайте это и пойдите для того, чтобы укрепить свои суставы, укрепить свои кости. И занимайтесь. Плавайте, поднимайте какие-то тяжести. Если это позволяет вам и время, возможность и само физическое здоровье. Делайте. Но здесь говорится как раз о знании. О знании. Потому что, если мы заметим, этим миром управляет знание. Что такое знание? Это информация. Она управляет. Все то, что меня окружает, это информация. Это информация. Сегодня я пользуюсь бумажной Библией, но кто-то получил это знание для того, чтобы произвести бумагу, как напечатать, как это сделать, для того, чтобы я сегодня имел. Это знание, которое человека сделало мудрым и сделало его способным. Вот точно так же и сегодня. Что меня делает способным? То знание, которое делает меня мудрым. Вот почему. Есть необходимость стремиться. Стремиться, как говорит, укрепляя силу свою. Укрепляй. Укрепляй силу свою. Для того, чтобы быть способным. Способным сражаться с искушением. Потому что знание, оно дает силу и понимание мне. А что такое правильно? А что такое неправильно? А как хорошо? А как плохо? И временами можно пренебрегать. Знанием можно пренебрегать и поступать. И потом кто-то тебе скажет, ты что, грубый человек? Почему ты так поступил? Почему ты так сделал? А ты скажешь, я не знаю. Я считал, что вот так вот я сделал. Почему? Потому что в этот момент ты был слаб. Не было достаточно знания. Не было достаточно совета. Поэтому в жизни необходимо искать для себя эту силу знаний, которая будет нас делать мудрым. Через слово, через размышления, через молитву, через просьбу к Богу, через совет с благочестивыми людьми. Делайте это. И это будет делать нас сильными, способными. И через это мы сможем принести в жизнь многих людей благословение. Мы сможем быть благословением. Поэтому пусть Господь Бог благословит с миром Божиим во имя Иисуса. И помните, и помните, человек мудр, силен. А то, что необходимо делать, необходимо укреплять силу свою. Откуда она приходит? А мы черпаем ее через знания. Поэтому не проводите время праздно. Не проводите время праздно. То, что необходимо делать, прикладывайте к этому усилия, прикладывайте, учитесь. Человек так устроен Богом, что всю свою жизнь он будет учиться. Кто-то сегодня учит язык, кто-то учит еще сегодня какую-то науку, какие-то программы. И пусть сегодня никто не скажет, о, я стар, я там то, я сегодня не способен. Нет, послушайте, вы себя обманываете. Потому что человек всегда учится. Но вопрос в том, что мы выбираем для себя, как знание. Кто-то скажет, я стар, он будет часами сидеть возле телевизора и будет слушать то, о чем будет говорить. Это то, что вы делаете. Вы точно так же учитесь. Вы точно так же учитесь. Вы точно так же учитесь. Вот поэтому будьте мудры. Да благословит вас Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.